Добрый день, уважаемые студенты, уважаемые коллеги, я думаю, будущие. Вы же студенты международники? Да. А какой курс? Второй. Второй курс. А, всего четыре курса. Да. Ну, я думаю, время очень быстро пролетит. И вы уже будете думать, куда идти после вуза. Ну, кто-то в магистратуру, кто-то в докторатуру, кто-то в Министерстве иностранного дела, я надеюсь, Российской Федерации или других стран. И я просто не знаю, с каких стран здесь студенты присутствуют. Но, в любом случае, у вас очень широкая дорога. Я, когда готовился к лекции, подумал, что если сделать ее достаточно стандартной, вот, вступление, там, середина, завершение, это будет очень неинтересно для вас, как для молодых людей, которые живут другими, так скажем, категориями, понятиями, на другой волне, в общем. Поэтому я решил сделать так, если вы не против. Я для начала расскажу достаточно кратко о том, как развиваются Казахстан на российские, Казахстан на татарстанские отношения. Дальше мы перейдем, ну, поделюсь в том числе опытом дипломатической службы, если кому-то будет интересно в дальнейшем. И дальше, я думаю, перейдем к таким вопросам, которые вас интересуют, чтобы я смог бы на это ответить. Так, а там между делом я вот принес салфетку к Казахстану, горький шоколад. Я не смог его открыть, пока ехал. Но я надеюсь, кто-то сможет открыть и просто раздать. Да, просто на кафедре аккуратно. Да нет, можно здесь ее открыть, она просто нужно чуть-чуть посильнее дернуть, наверное. В 2013 году в городе Казани открылась генеральная консульство Казахстана. И вот с этого момента, можно сказать, начались активные дипломатические отношения между именно Казахстаном и Татарстаном в рамках российско-казахстанского стратегического партнерства. Но я думаю, не нужно начинать наши отношения с 2013 года, потому что наши отношения длятся уже, наверное, веками или даже тысячелетиями. И, как пошутил наш президент, когда он был здесь, он сказал, что Сююмбике тоже наша принцесса. На что было очень много шума в прессе о том, что даже принцессу у нас забирают. На самом деле, когда была Сююмбике, не было ни Татар, ни Казахов, была Ногайская Орда, Ногайское ханство. И все мы, в том числе и татары, и казахи, родом из этого ханства. Поэтому нам нечего делить, нам не нужны действительно переводчики между казахами, между татарами, между казахами и русскими. В этом плане мы очень активно и постоянно сотрудничаем. Можно раздать, можно спокойно передавать. Вообще в Казань, я езжу по регионам, у нас консульский округ состоит из 12 регионов. От Екатеринбурга до Нижнего Новгорода, это мой консульский округ. Завтра я еду в Екатеринбург, хочу познакомиться с этим регионом. В мои консульские функции входят, в том числе, постоянно поездки в регионы, для того, чтобы познакомиться с руководством регионов, наладить наши торгово-экономические связи, культурные, образовательные и так далее. Вот завтра я еду в Екатеринбург. Так вот, от Екатеринбурга до Нижнего Новгорода, представляете, какой-то огромный регион, именно в Казани расположено генеральное консульство. Я считаю, что это как некий знак уважения, некий знак признательности и высокого уровня отношений между Казахстаном и Татарстаном. Ну, не только, а в целом в этом большом повозком и уральском федеральном округах. У нас с Татарстаном достаточно активные торгово-экономические связи. За 2018 год выйдет около 800 миллионов долларов. Это достаточно большие цифры. Мы торгуем не только нефтью и нефтепродуктами, но и в сельском хозяйстве, авиастроении, судостроении и так далее. Ну, то есть достаточно широкий спектр. Не всем хватило, наверное, да? Извиняюсь. Я принесу в следующий раз побольше. Осталось. Да, осталось. Активно развиваются у нас еще и культурные связи. Я вот хочу заранее сделать объявление, что 15 марта в Казахском Кремле открывается огромная, наверное, самая престижная наша выставка «Золотого человека». Это, если вы знаете, золотой человек – это символ суверенного Казахстана. Находка была найдена в конце 60-х годов прошлого века, 20-го века. И после гробницы Тутанхамона – это вторая по количеству золотых артефактов. Около 4600 золотых артефактов. И все это будет в Казани. Целый месяц идти в Казанском Кремле. Мы надеемся, что приедут и наши музыкальные группы, и актеры, и так далее. Ну, то есть это достаточно большое-большое культурное событие. Всего эта выставка прошла в шести столицах. И вот в этом году первое – это Казань. И я всех приглашаю. Я надеюсь, что с Кремлем договорятся, или с Казанским Кремлем, о том, что для студентов будет бесплатный вход. Ну, мы будем стараться. У нас культура не ограничена только выставками, какими-то спектаклями и так далее. Но она достаточно большой спектр носит. Буквально недавно Институт Марджани Истории инициировал проект о книге, учебнике о казах-казахо-татарских отношениях, начиная с древнейших времен. Я думаю, будет это очень интересный проект. Вы знаете, что многие выдающие деятели татарского народа родились или так или иначе связаны с Казахстаном. Габдула Тука, который фактически творил половину своей очень короткой жизни в городе Уральске. Назип Жиганов тоже родился в урожении с Уральском и так далее. Но перечислять можно их много. У нас достаточно сильные связи в образовательной среде. 1600 студентов учатся из Казахстана в Казани. Из них около 600, если я не ошибаюсь, только в Казанском федеральном университете. Я не знаю, здесь есть ли граждане Казахстана. Нет? А, есть, да? Есть. Вот сейчас мы разговариваем относительно практики, если есть такая необходимость казахстанских граждан в Казахстане, в том числе и Министерстве иностранных дел, если возможно будет. Поэтому по всем фронтам у нас очень хорошие отношения. Я недавно был в университете Иннополиса. И вы же знаете, что их берут очень ограниченное количество. Из них большинство студентов именно из Казахстана. Я считаю, что именно в IT-сфере у нас достаточно большие перспективы. И очень рад тому, что IT-специалисты в том числе обучаются в Тазарстане. Теперь вот что касается, наверное, моей деятельности как дипломата, как представителя Казахстана здесь. Я считаю, что... Вообще поднимите руки, кто хочет связать свою жизнь, карьеру с дипломатической деятельностью. Ну, это существенно. Я считаю, что это очень правильный выбор. Наверное, очень редко профессия может так сочетать и сложность, и огромный... Ой, извиняюсь, я сейчас обучу. Это одна из самых сложных профессий, но в том числе одна из самых, наверное, интересных профессий. Что нужно, я думаю, каждому дипломату? Во-первых, всесторонние знания. Я тоже обучался в свое время в Институте международных отношений, после которого я понял, что я очень мало что знаю. Наверное, это связано с тем, что мир настолько сейчас глобализировался, настолько наши технологии новейшие вошли в нашу жизнь, что сейчас нужно знать все. А когда я попал в аппарат, в центральный министерство иностранных дел, я начал фактически опять все заново переучиваться. Я некоторое время был директором департамента Центральной Азии. Это один из ключевых департаментов в Министерстве иностранных дел Казахстана. И 50% моей работы было связано с водой. Вот представьте, я учился там высокие материи, этикеты, протоколы. Здесь я водником стал. Я начал заново все изучать, что касается воды, сколько нужно для электространства, чтобы она запустилась. Что мы должны сделать, чтобы остановить осушение Аральского моря и так далее. Почему? Потому что без вот таких специфических знаний, когда вы будете сидеть на переговорах, когда вы будете сидеть на каких-то важных консультациях, вы просто проиграете все эти переговоры и консультации. Потому что там беседа идет на профессиональном языке. Ты сидишь рядом с водниками, заместитель, министр сельского хозяйства, который знает, сколько пестицидов в воде на килограмм и миллиграмм выпускается. И ты не должен допустить, чтобы этот коэффициент увеличился и так далее. То есть дальше ты должен изучать какие-то сопутствующие вещи. Там условно урожайность, да, сколько ила должно быть в воде в тех или иных годах, насколько уменьшился, например, объем воды в Аральском море, насколько увеличилось засоление почвы и так далее. Вы представляете, да, насколько ты должен сильно погрузиться в эту среду, чтобы быть эффективным на всех переговорах. Очень так же, если вы, например, пойдете, например, в департамент контроля за вооружениями, да, вы должны знать все о вооружениях, как это производится, когда были последние там переговоры, чем это закончилось, какое сейчас оружие продает Россия в те или иные страны. До тонкости вы должны знать предмет настолько, насколько знают профессионалы. И сейчас это мне вот именно вот это любопытство и тяга к каким-то новым вещам помогает в работе. Почему? Потому что я когда был в Зеленодольске, в судостроительном заводе, я должен был знать водоизмещение в это судно, сколько там установлено пушек, сколько оно стреляет в час и так далее. Это ты должен готовиться к каждой встрече, причем достаточно серьезно, чтобы преуспеть. Я вот к этому чему говорю, что сейчас вам даются достаточно такие базовые знания. Вы должны знать, когда прошла там Версальская конференция, когда началась Вторая мировая, она закончилась и так далее. Такие базовые вещи. Но в дальнейшем, уже в МИДе, вы перекуетесь, так скажем, да, если так можно сказать, в специалиста широчайшего профиля. Ну, потому что без этого нельзя. Точно так же, когда посещаешь, когда сопровождаешь делегацию из Каастана врачей, ты должен знать, вот есть Эйдис Работотехника, были там, нет, где сделали такие муляжи для проведения операции. А вот ты должен знать это, ты должен показать местным врачам, потому что они тебя воспринимают как местного, ну, то есть меня воспринимают как уже казанца, который должен знать все здесь. Поэтому вот именно вот такая всеохватность – это обязательное качество любого дипломата. То есть будьте готовы к тому, что вы должны знать все. И причем не поверхностно, а очень детально. Вторая очень важная черта – вы должны быть очень сдержанными. Это очень тяжело, потому что ты встречаешься с разными людьми, с разными характерами, иногда очень неприятными тебе. Но ты не должен это показывать. Ты должен вести себя очень культурно, улыбаться, разговаривать. Почему? Потому что мне вот нравится в этом плане сравнение актера и дипломата. В чем разница между актером и дипломатом? Как вы думаете? Ни в чем? Есть разница. Ну, правило в том, что они оба играют роль. Но актер, когда играет роль, он хочет, чтобы зрители видели, что он играет роль. А когда дипломат играет роль, он не хочет, чтобы зрители видели, что он играет эту роль. Поэтому вот здесь важно скрывать свои, так скажем, эмоции, негативные эмоции. Позитивно ты это можешь скрывать, но тоже без фанатизма. Не прыгать там, не целовать ручки и так далее за какие-то достижения. А вот именно негативные, здесь очень важно все скрывать, подавлять, даже иногда вовред своему здоровью. Для того, чтобы довести до какого-то консенсуса, до каких-то положительных результатов. И почему? Потому что ты должен налаживать связи со страной. Для этого тебя и отправил от государства, чтобы ты укреплял эти связи, чтобы ты налаживал отношения с совершенно разными людьми. Третье, я думаю, очень важное качество – это здоровье. Почему? Потому что Министерство иностранного дела Российской Федерации, насколько я знаю, имеет посольство практически в любом круглоках мира. В том числе и в Африке, и в каких-то конфликтных зонах, и в тяжелых зонах, связанных с какими-то инфекционными заболеваниями и так далее. То есть здесь важно быть готовым к любым климатическим условиям, к любым перелетам, в том числе и трансатлантическим. У меня бывало так в практике, что я утром вылетал в Вашингтон, то есть это трансатлантический перелет, и утром же прилетал, ну с учетом времени. И практически ты в самолете сильно не выспишься. И ты прилетаешь, и сразу же у тебя начинается, он уже там день, у тебя начинаются встречи. То есть ты двое суток на ногах. Вот к этому тоже надо быть готовым. Для этого, конечно, надо заниматься спортом, заниматься своим правильным питанием, которым мы часто не обращаем, когда мы малые, потому что, ну, что-то ничего не болит. Все можно скушать и до шараха, и так далее, да? Еще вы до шараки кушаете, да? Я вот считаю, что вам не нужно это кушать, нужно переходить на здоровое питание. Потому что это через года аукнется обязательно как-то. Ну, вообще секретов, конечно, очень много. Но вот, по крайней мере, вот такие три базовые, да, это вот сейчас, к чему можно уже сейчас готовиться, подготавливать себя к будущему, к своей профессии. И дополнительно какие-то, вот, человек всегда ценен, что у него что-то еще есть, да? Он умеет играть на каком-то инструменте очень хорошо. Это всегда в плюс. Кто-то умеет играть большой теннис, прям замечательно, на уровне профессионалов. Это тоже огромный плюс, потому что ты будешь участвовать в каких-то турнирах между дипломатическими ведомствами, доказывать, защищать честь страну не только в переговорном процессе, но и на спортивном. Это тоже, вот, нету деталей, нету мелочей в дипломатической жизни в этом плане. Здесь, конечно, и знание протокола. То есть здесь нету никаких мелочей. Как ты сел, как ты встал, как ты посмотрел на человека. В каком порядке вы сели, сказали тост. Вроде в повседневной жизни это мелочи, но уже на службе это играет огромную роль. Поэтому вот здесь быть внимательным, быть сосредоточенным на нужные моменты, быть 24 часа в сутки именно вот таким в бою, это очень важно. Я думаю, что когда вы, дай бог, поступите на дипломатическую службу, чему я очень вам советую, вы поймете правильность моих слов, вспомните, так скажем, что это было важно. Но я хотел бы, чтобы вот вы сейчас, когда у вас все еще впереди, когда, ну, время, ваш главный ресурс, да, вы можете вот сейчас на данном этапе очень профессионально подойти, потому что мир становится более конкурентным. Таких, как вы, желающих поступить в хорошие, высокооплачиваемые места, да, так скажем, очень много. Вот здесь важно быть конкурентоспособным. Как это уже ваша задача определить, сказать, что, в чем я силен? Вообще, знаете, очень такая, очень важная вещь, которую я, к сожалению, открыл совершенно недавно. Самая большая трудность, самая большая наука для каждого человека, это не знать о мире, даже не знать о каких-то квантовых, физикой, то есть каких-то высоких материях. Самая большая трудность – это узнать самого себя. Вы поверьте. Потому что можно обманывать весь мир, но самого себя ты никогда не обманешь. Ты можешь фантазировать что-то о себе, что-то там, или оценивать, или переоценивать, но на самом деле зажинать самого себя, кто ты есть, – это очень важно. Вот сегодня у меня такая просьба. Когда вы придёте домой или на выходные, возьмите листок бумаги и напишите, какие 5 самых моих сильных качеств и каких самых слабых качеств. Вы удивитесь. Вы будете, наверное, очень долгое время думать. Потому что всем кажется, что я себя знаю, но на самом деле это не так. На самом деле, пока ты не проведёшь сам собой такой откровенный разговор, этого ничего не будет. Вот точно так и здесь. Просто для интереса. Посмотрите, в чём я силён и в чём я слаб, чтобы понять свои ресурсы. И тогда вы поймёте, что вот здесь надо, так скажем, поработать, надо улучшить. А что, кстати, что лучше? Улучшать свои хорошие качества или улучшать слабые стороны? Как вы думаете? Слабые? То и другое. На самом деле, очень важно улучшать свои сильные стороны. Потому что вы в этом как раз и будете конкурентоспособны. Это, конечно, не значит, что вы должны оставить свои слабые стороны там условно какие-то совсем негативные. Вы всё должны делать. Но акцент вы должны сделать именно на своих сильных сторонах. То есть у вас большой путь ещё впереди. У вас ещё всё впереди. И у вас, вы второй курс, я думаю, у вас ещё есть время всё сделать как самым надлежащим образом. И, конечно, мой ещё большой совет. И опять обращаюсь к первому пункту. То есть знание, так скажем, широкий кругозор. Сейчас мир настолько глобализируется и меняется буквально каждый день. Всегда хорошо иметь какую-то вторую специальность. будь то IT, будь то, я не знаю, какие-то сопутствующие дипломатии знания. Это вам очень-очень поможет в будущем. То есть вы сразу станете на голову выше своих коллег, своих сотрудников и так далее. То есть это будет ваше серьёзным огромным преимуществом и в жизни, и в карьере. И, ну, дай бог, каждый до вас дослужится до чрезвычайного полномочного посла. Это высший дипломатический ранг и должность. Поэтому это огромная ответственность. И не всем удаётся далеко так. Поэтому для того, чтобы добиваться таких больших высот, амбициозных, мне кажется, вот в таком юном возрасте надо ставить правильные ориентиры, правильные... Ну, ладно, хватит с морализаторством. Вот сейчас я бы хотел, наверное, услышать от вас именно какие-то вопросы. Ну, и любые вопросы. Кушайте конфеты. Да-да. Я вот студент второго курса, Мирослав Миш Саид. Вот я хотел у вас спросить о том, что... Расскажите о своём образовании, которое вы получили. Это очень интересно. Ну, хорошо. Я начал учиться, когда распался Советский Союз. Я поступил в Институт международных отношений Варшавского университета. Это Польша. Проучился там пять лет на польском языке. То есть польский, это я знаю достаточно хорошо. А было время, особенно четвёртый, пятый курсы, когда я уже думал о польском и сны снились на польском. Но это самая глубокая фаза, так скажем, по вооружению в язык. И я говорил с большим акцентом, когда я приехал домой в Казахстан. Но я считаю, что это было очень хорошее время, в том плане, что нас учили дипломаты, и мы каждый день увидели практику. Например, протокол у нас обучал бывший посол Великобритании, Польша в Великобритании. Ну, естественно, он всё знал, как сесть, встать, подойти, как одеться, как положить ложку, вилку в нужном направлении и так далее, и так далее. Я очень был ему благодарен, когда я сам пришёл в Министерство иностранных дел на какие-то приёмы, и многие не знали, как подойти. Три вилки здесь, три ножа здесь, с каким начать и так далее. Вот он нас учил это каждый день. Ну, я не могу рассказывать, все пять лет, но это было очень интересное время. И магистратуру я закончил в Гарвардском университете. Это Кеннеди школа, очень хорошая школа, я вам скажу. И всем советую её окончить, в том плане, что она даёт несистемный такой взгляд на многие вещи. То есть вот сейчас вы получаете формальное образование, это такое бакалавриат, кажется. А там, это уже для более взрослого возраста, я не советую ни в коем случае туда, не конкретно вот в данной ситуации, а туда поступать сразу после университета. Причём потом уже должны быть пройти годы, какой-то опыт приобрести и понять, где вы должны сосредоточиться для того, чтобы улучшить это. Ну, например, какие-то базовые, хорошие знания по экономике, переговорное дело, очень важно. Переговорное дело – это альфа и омега дипломатической жизни. Вы каждый день вступаете с кем-то в переговоры, даже дома с женой выступаете в переговорах. Также каждый день – купить колбасу или не купить колбасу. Это тоже переговоры. Ну, я шучу, конечно, это уже. Но, с другой стороны, такие вещи очень важны же. Это же ежедневные важные вещи. Например, я взял для себя такой курс, как науку убеждения. Это очень важный класс. И на нем, кстати, обучался Барак Обама, которого профессор учил. Профессор преподавал 42 года. Мне посчастливилось к нему попасть. Ему уже за 70, но он до сих пор очень энергичный, активный. Вообще, американцы в этом плане, конечно, хорошие образецы. У них нет такого age discrimination, как говорится, возрастной дискриминации, как часто у нас бывает. Там никто не посмотрит, сколько тебе лет. Главное, кто ты, как ты ведешь себя. Насколько тебе хватает, скажем, ресурсов жизненных для того, чтобы воплощать свои какие-то задачи в жизни. Вот он сказал, что persuasion, ну, наука убеждения, да, она очень важна каждый день. И я этому убеждаюсь каждый день. Я часто ошибаюсь, хотя знаю все эти принципы убеждения, да. Но на самом деле это как бы теория-теория, практика-практика, здесь разные вещи. Ты убеждаешь каждый день. Ну, вы тоже, вы же каждый день с кем-то кого-то убеждаете. Вы убеждаете друг друга. Вы убеждаете свою маму, там, нужно ли вам покупать iPhone X или не нужно покупать, да. Вы убеждаете, там, преподавателя поставить вам пять или четыре. То есть каждый день вы кого-то убеждаете. Я тоже убеждаю каждый день кого-то. Я убеждаю каждый день своего сына не есть много сладкого. Убеждаю самого себя, там, лишний раз заняться физкультурой и так далее. Это же каждый день какая-то вот такая школа. Поэтому я считаю, что, ну, совет для вам, для вас, чтобы подойти к магистратуре уже более осознанно, в том плане, чтобы понять, что вы хотите в этой жизни, какие вы себе цели ставите, какие ваши слабые, сильные стороны. Это очень важно. И что вы хотите получить от данного конкретного вуза. То есть это не просто диплом. Диплом, вот пыляться, повесили и пылится он. Ну, посмотришь один раз, погордишься. А дальше-то что? Что в сухом остатке? Что вы в итоге знаете? Важны, конечно, языки. Это очень важно. Это очень-очень важно для тех, кто идет в дипломатику. Потому что завтра вы будете, ну, скажем, вы будете даже переводить синхронно. Ситуация разная бывает. Причем даже в неудобных позициях. Однажды я ехал на машине, значит, впереди с водителем, сзади сидят випы, и они мне просят переводить, потому что они друг друга не понимают. И ты приходишь вот так, оборачиваешься там, изогнутый весь, боишься, как бы у тебя сейчас очередная яма не стукнутся головой о потолок, и в то же время ты переводишь. То есть это надо очень хорошо знать язык. Очень хорошо. То есть на это время не жалейте ни в коем случае. И не нужно относиться никакому языку с таким чувством превосходства, потому что каждый язык важен. Каждый язык – это ваша копилка. Любой язык. Если вы будете знать отлично вьетнамский язык, и плюс базовый, английский и так далее, это всегда будет вам в плюс. Плюс редкие языки сейчас… Ну, я про английский молчу даже, потому что это сейчас все должны знать. И даже это как бы не обсуждается. Все должны знать. Причем на очень хорошем разговорном уровне. Вот вы, если ездите в разные страны, вы посмотрите, насколько сейчас английский развит везде. Это язык lingua franca. Все его знают. Поэтому это язык международного общения. вы должны знать. Ну, плюс вы должны знать еще какой-то второй язык. Кстати, это одно из требований, ну, по крайней мере, в Министерстве иностранных Казахстана знать два языка минимум. То есть русский не обсуждается. Это ваш родной язык. Ну, в Казахстане, например, русский, казахский – это не обсуждается. Это языки государственного и официального общения. Плюс английский. И плюс еще какой-то язык, желательно редкий. Почему? Потому что все хотят, как и у вас, так и у нас, работать в хороших странах. Все хотят в Лондоне, в посольстве сидеть, да, важных. Или там в США. Ну, на самом деле, я вот в этом плане считаю, что это не совсем правильно. Наоборот, в таких редких странах работают часто интереснее. Там много от тебя будет зависеть. В таких больших странах, как Британия, там, Германия, США, там большие посольства, и там вы будете, ну, часто не видны вашей работой. То есть и дослужиться с аташе, условно, до более высокого звания, да, вам будет тяжелее, чем в тех редких посольцах. Ну, условно, где-нибудь на Лаосе, в Лаосе, да, вы покажете себя больше, лучше. Другое дело, насколько вам позволит здоровье, опять же, да, и так далее, другие факторы. Но я считаю, что языки вы должны знать вот сейчас, не теряя время, прям день и ночь учить языки. Я вам просто советую, потому что, хоть я и знал польский на пятерку, я плохо знал английский на тот момент. Я сейчас очень жалею, что я еще не выучил немецкий какой-то дополнительный или какой-то редкий там. Мне нравится фарси, например. Вот до сих пор я не выучил фарси. Поэтому здесь важно не терять время, а посвятить этому. Даже если вы не будете дипломатами, в любом случае, знание языков – это ваше преимущество. И не надо думать, что какие-то создают компьютеры, которые вы будете сейчас обходить без переводчика. В любом случае, человеческое общение, оно никуда не исчезнет. Вот есть, говорят же сейчас, 10 профессий, или там 20 профессий, которые исчезнут через 10-20 лет. Дипломаты никогда не исчезнут, потому что они всегда нужны как основной канал общения между государствами, между людьми. Вы представляете себе там робота-дипломата? Это же нереально. А робота-медика я представляю. Или робота-бухгалтера без проблем. Но что касается межлюдских коммуникаций, это мы не дадим. Это наше. Я ответил на ваш вопрос? Может, слишком долго отвечал? Спасибо большое за то, что пришли сегодня, навестили нас. Для меня большая честь. Вопрос такой вот. Бутует мнение, что сфера дипломатии это сугубо мужская область. Есть ли вообще какой-то шанс женщинам пробиться в дипломатию и вообще в настоящее время обстоятельства ситуации, учитывая феминистические различные движения? Отличный вопрос. Спасибо за такой вопрос. Я почему-то не догадался это сказать. Но спасибо. Это действительно такая трендовое направление. И мир действительно меняется. Технологии меняются. Я не зря говорю технологии. Но технологии же меняют все. Они меняют и человеческое мышление, и многие парадигмы развития государств и цивилизации. Я считаю, что женщины не только не должны идти в дипломатику, они обязаны идти в дипломатику. Потому что у женщин... Я сейчас не хочу показаться неким таким дискриминационно-гендерным в отношении мужчин, да? Но у женщин часто получаются лучше переговоры, чем у мужчин. Потому что они лучше понимают собеседника. А какое главное правило в переговорах? Это знать собеседника, чувствовать его. Так же? Поэтому у женщин, это, к сожалению, для мужчин лучше получается. В дипломатии женщины должны быть, причем на самых высоких постах, и вплоть до... Я думаю, что в ближайшем 10-20 лет мы будем увидеть, или в наших, в ваших странах, министра иностранных дел, женщин. Это вполне нормально. Это уже давно практикуется в других странах и президента, и так далее. Я считаю, что женщин и чрезвычайных полномышленных послов и в других странах должно быть очень много. Другое дело, здесь такой один момент есть, что с учетом ненормированности работы дипломат, ну, она действительно ненормирована, и... ну... От этого мы никуда не денемся, но дети, дети, так скажем, это тоже женская забота, да? Здесь часто бывает именно вот такое пересечение интересов между личной жизнью и службой, потому что если маму не будут видеть неделями дети, это прежде всего плохо скажется и на, так скажем, взаимоотношениях детей и родителей, но это ни в коем случае не отменяет, что женщины должны быть на самых высоких пластах. Это тренд, это мировой тренд. И знаете, я вот, когда... когда учился в Штатах, там есть другая немножко ситуация начинается. Там идет тактичнее, я вот часто начал следить за языком, чтобы лишнее не сказать после США. Но у нас в группе училось очень много людей нетрадиционных сексуальной ориентации, да, и ты не мог против них ничего сказать, потому что это было бы оскорблением, да, но они могли бы сказать в отношении других. Здесь такая уже другая пошла, да. Например, я, например, ничего не имею против даже геймерч, пусть женятся, это их дело личное, в конце концов, пока это не касается меня, это не должно касаться, да. Ну, например, я против, чтобы они усыновляли детей. Ну, моя такая позиция. Я ее не могу открыто сказать там, потому что у меня завтра такой обрушится там град, да. Я считаю, что ребенок, он еще не понимает, так скажем, он не может выразить свое мнение по-взрослому и сказать да или нет. Я считаю, неправильно в этом плане иметь двух мам или двух пап одновременно. Ну, это вот такое личное. Но тема феминизма, тема гендерного баланса, она одна из ведущих в западных странах. И я считаю, что она рано или поздно, как часто это бывает, и придет и в том числе на постсоветское пространство. и я считаю, это правильно. Ну, я не знаю, насколько я ответил на ваш вопрос, но я, мое личное мнение, что это правильно, оно буксует, в том числе из-за стереотипов часто самих женщин, каких-то предубеждений, да, что вот я не смогу, я не верю в свои силы. В этом плане мужчины наглее, они все считают себя лучше, чем они на самом деле, да. А женщины наоборот себя недооценивают, они считают, что они хуже вот в этой профессии, чем, например, проиграют. Но это на самом деле не так же. Мы все равны в этом плане. Другое дело, что надо в себя в этом плане верить. Вот вера в себя для женщин, мне кажется, будет в этом плане позитивной. Я не знаю, это очень сложный вопрос, это можно, наверное, отдельную лекцию делать. Спасибо за вопрос. Здравствуйте, меня зовут Сергей, я студент второго курса, и у меня к вам такой вопрос. Могут ли как-то повлиять сержировки в другие страны, или, допустим, какие-то студенческие программы, такие как Work and Travel, на дальнейшую дипломатическую карьеру? Просто я слышал такую информацию, то, что это как-то может погодно повлиять в дальнейшем на устройство, допустим, Министерства иностранных дел Российской Федерации? Погодно. Я не могу говорить за Министерство иностранных дел Российской Федерации, я там никогда не работал, но я могу сказать за МИД Казахстана, ну, я так, например, не считаю, потому что стажировки, они важны чем? Тем, что ты узнаешь практику, как это на самом деле, не как в аудиториях, в книжках, а как на самом деле. Например, мы организовываем практики в Генеральном консульсе Казахстана, для граждан Казахстана, но они видят, как работать с гражданами, да, вот, уже через стекло, не так, через книжку, а через стекло, они знают, как писать, сколько это бумажной работы, как общаться с людьми, как общаться с разгнивленными гражданами, условно, ну, разные же люди приходят, кто-то не в настроении, кто-то что-то не пошло в жизни так, но он хочет выплеснуть свои эмоции на человека по за ту сторону стекла, да, но я считаю, это очень важно, кстати, проходить практики, что касается work and travel, ну, я не думаю, что это напрямую коснется, там, станет плюсом, да, что вот вы прошли эту практику и вас за это должны принять в мид, но зато это повлияет на ваш английский язык, во-первых, повлияет на ваш кругозор, повлияет на то, что вы увидите страну в реальной ситуации, да, не в голливудской версии фильмов, кстати, вот многие люди, которые приезжают в США и остаются там жить, они так разочаровываются где-то в течение года, потому что они привыкли смотреть голливудские фильмы, а Голливуд и реальность это такая разная вещь, что вот это проходит у них, а вы вот увидите в Workman Travel именно в самом, даже может быть, потому что в этой специальности, они, в этой программе они часто делают такую работу, которую американцы не хотят делать, так же там убирать, быть разносчиками пиццы и так далее, и так далее, но зато это какой богатейший опыт, я, например, проходил такую практику, я собирал клубнику, малину в Великобритании три месяца и ничего, корона не упала, зато я заработал деньги, зато я улучшил свой английский, зато я попутешествовал за счет свой, не за счет родителей, за свой счет, и это сильно тоже повлияло на мое дальнейшее, так скажем, я понял, что я хочу работать в международных отношениях дальше, и так далее, поэтому, хотя это было очень тяжело собирать каждый день с 6 утра до 6 вечера малину, вы просто не представляете, как это тяжело, и потом я где-то лет 10 вообще не кушал малину, терпеть не мог, потому что за месяц так наедаешь эту малину, потом думаешь, уже при одном виде уже просто тошнить начинает, поэтому, вот точно так и вы, повозьте пиццу там 3 месяца, потом не заходите эту пиццу и вообще кушать, но зато это будет опыт огромный, я считаю, что это вам нужно, тем более сейчас, сейчас столько возможностей путешествовать по миру бесплатно, ну, там, какие-то программы, какие-то стипендии, миллионы стипендий, миллионы вариантов, просто, вот сейчас правильно говорят молодежи, just google, да, просто посмотрите в интернете, всего и есть новава, и я думаю, это надо воспользоваться этим. Здравствуйте, уже частично затрагивали этот вопрос, хотелось бы подробно узнать, что необходимо для успешного продвижения посылок. Спасибо. Ну да, я частично уже, кажется, сказал, для продвижения именно, то есть вы уже как бы работаете, чтобы двигаться дальше, да? Ну, во-первых, уметь налаживать связи. Вот вы сейчас будете говорить, что это за коррупция и так далее, да? Ну, ведь это весь мир так живет. Вы что думаете в Америке или в Англии там все живут по-другому, что? Да нет, весь мир живет по связям. Вот американцы, многие из богатых семей поступают в университет Ivy League, ну, это Лига Плюща, да, которая включает самые лучшие университеты, да, поступают при этом мотивируясь в основном в том, что они дальше станут alumni, то есть выпускники этого вуза, а выпускники этих вузов должны поддерживать друг друга по всей жизни, несмотря где, вот, нигде ты находишься, то есть это связи. И статистические данные были о том, что многие выпускники вузов находили работу за счет выпускников этого же вуза. То есть кто-то стал СИО, да, то есть председателем корпорации, и он будет отдавать приоритет этим же выпускникам. То есть так, это очень важно, кстати. Я не имею в виду лизоблюдство, какие-то подношения, но хороший контакт, дружелюбные отношения, неконфликтность, неконфликтность, умение находить язык, это очень и очень важно, тем более сейчас. поэтому часто надо вам просто откладывать социальные сети и общаться часто друг с другом, потому что эти социальные сети могут в конце концов лишить вас нормальной вербальной коммуникации. То есть пальчиком-то все вы можете общаться, а вот как выйти оффлайн, да, скажем, и пообщаться, здесь очень важно. Поэтому я считаю, вот это очень важно и с руководством, и со своими сотрудниками, со своими сослуживцами. Ну и дальше перечень, который я вам сказал, это стрессоустойчивость, знание языков, хорошее здоровье, постоянное и постоянное обучение. И не должно быть мелочей. Вот дипломатист службы нет мелочей. Даже какой галстук одели, какой костюм на это и так далее. Это очень важно. Вот недавно были переговоры у нас здесь в Казани приехала большая делегация и все сели в ряд наша делегация, там российская делегация села, все сели в классических таких темных костюмах, а один сел в белом костюме. Вроде бы ерунда, но все начали задавать, кто этот человек в белом костюме, что он здесь сидит, там чуть ли до скандала дело не дошло. А делал бы темный костюм, может быть, он бы и пропал среди всех. Мелочей нет. Поэтому если вы будете придерживаться вот этих установок и сейчас хорошо учиться, я думаю, что вы будете хорошо продвигаться и в дальнейшем. И знаете, не выбирать легкие решения. то есть говорить же выходить из зоны комфорта. Если вы будете сидеть до упора и ждать, когда вас строит посольство США, то может вы проиграете, если бы вы просто согласились поехать в другую страну, менее престижную, так скажем, но с большей перспективой, где вы можете показать себя. Вы даже посмотрите биографии многих министров иностранных дел, они же не все начинали с посольства крутых стран. Они были и в Шри-Ланке, и в каких-то других странах, но зато они набрались, так скажем, полевого опыта. Это полевого опыта. Спасибо. У нас все, наверное, да? Субтитры подогнал «Симон»